То есть человек — это просто форма внимания для нас такая, форма внимания, которую вы оставите просто, она рассеется. Вы можете эту форму внимания переключить легко с помощью каких-то химикатов, каких-то допингов. От этой формы очень легко внимания оторваться. Но многие, кто занимаются духовными практиками, испытывают различные изменённые состояния сознания. И основные изменения-то происходят в том, что открываются словно другие измерения. Так кто их открывает? Кому они открываются? Когда они начинают открываться, вы понимаете, что открываются они не человеку, а тому же самому восприятию, которое смотрит и человека. И поэтому весь парадокс заключается в том, что мы просто не считаем то состояние, которое сейчас есть, мы не считаем абсолютным. Вот и всё. Каждый день рождает тетя, женой, можно сказать, человеком. Каждый день для вас новые открытия или всё? Нет. Нет. Это поток сознания, который идёт словно с одной скоростью, с одной плотностью. И там практически нет ничего нового. В этом потоке нет ничего нового. Ну, условно говоря, это некая камера внутри меня, которая крутится с одной скоростью. Понимаете, эта ручка крутится с одной скоростью. Она сейчас крутится у всех с одной скоростью. У всех абсолютно. Ни у кого нет преимущества здесь. Вы сейчас осознаёте этот зал. Осознаёте мои слова. Да, осознаёте ароматы, которые здесь есть. Слышите звуки, но на самом деле звуки осознаются. То есть происходит только осознание. И прямо сейчас этот поток, он идёт так же, как он идёт у вас во сне. Вы там осознаёте разные пространства, себя в разных качествах. Это осознание. Происходит только осознание. То есть вот эта ручка крутится и всё. И она сейчас крутится у всех. Но кажется, что она крутится в каком-то месте, которое я называю «я». Осталось найти это место. Когда вы его ищете, постепенно вы словно расширяете восприятие себя. И в какой-то момент оно перейдёт в бесконечность. Вы осознаёте себя как бесконечность. Но даже сейчас он идёт, этот процесс. Пусть он сейчас не перешёл в бесконечность. Пусть он сейчас в ограниченном состоянии. Но качество его то же самое. Происходит абсолютное осознание. В том-то и парадокс переживания, которое было в 2001 году. Что я не обнаружил по сути ничего нового. Я увидел, как всегда был. Я всегда был этим. Я просто не видел. Парадокс заключается в том, что я не приобретаю что-то. Прямо сейчас вы пользуетесь этим. Вы осознаёте этот мир. Вы осознаёте себя. Вы осознаёте всё, что попадает в пространство восприятия. И основной процесс, который идёт, это и есть осознание. Но вы считаете, что вы смотрите, что вы слышите, что вы думаете, что вы ощущаете что-то. То есть для вас главным является ощущение, а не осознание ощущения. Основным является осознание ощущения. И кроме осознания ощущения ничего не существует. Но вы думаете, что существует ощущение. А отсюда тогда существует стул. Вы думаете, существуют звуки. Значит, отдельно существует источник звука. Он тогда существует отдельно. Сейчас стул существует отдельно. Когда я касаюсь, да, я получаю ощущение отдельного предмета. Вот так вот настроено сейчас наше восприятие. И всё. И тогда мир получается делится на меня и не меня. И органы восприятия, пять вот этих основных органов, плюс способность думать, она даёт нам постоянный поток информации, на который наше внимание настроено. И это как бы естественная настройка с детства. К двум-трем годам все настраиваются именно на такой вариант восприятия. И его, этот поток, очень сложно перебить. То есть духовная практика, по сути, направлена на то, чтобы осознать осознание, а не осознать ощущение. Осознать ощущение может любой человек. Вы сейчас его осознаёте. Но думаете, что ощущаете. Вы говорите, я трогал стул. Никто не говорит, я осознал стул. Никто не говорит, я его трогал, звуки я слышал, мысли я думал. Но мысли осознаются, ощущения осознаются, звуки осознаются. И происходит только с сознанием. Кроме него больше вообще ничего не происходит. И духовная практика, по сути, это и есть некая методология или способ оторвать внимание от того варианта, на который оно настроилось, и увидеть поток осознания, поток сознания увидеть. Когда вы его увидите, вы увидите, так я всегда осознавал. Я думал, ощущал, а оказывается осознавал. И вы увидите, что кроме сознания вообще ничего не происходит. Существует только сознание мира. То есть мира нет как-то того? Нет. Мир не существует, он сознаётся. Можно взять зрение как некую аналогию, но опять она будет ограниченная, потому что это всего лишь зрение. Вы думаете, что вы сейчас находитесь в существующем мире, но этот мир просто смотрится. Стоит вам выключить органы восприятия, всё мир пропадает. Выйти из себя. Нет. Нет, наоборот, попасть в себя. В себя, наконец-то попасть. Не в том смысле, что прийти, а собрать внимание особым образом, чтобы увидеть, что именно сейчас происходит. И вот вы смотрите, вы пользуетесь сейчас способностью смотреть. Но вас не интересует, чем я смотрю. Вас всё время интересует, чтобы посмотреть. Что ещё интересного посмотреть? И вы настроены, получается, на переключение внимания на следующий объект. Вот так построено восприятие сейчас. Что следующее посмотреть? Что ещё есть интересного? То есть я интересуюсь материалом, а не глазом. А тут вы в какой-то момент обнаруживаете глаз, которым смотрите. А потом вы обнаруживаете, что предметы, которые я смотрел, являются тоже, тем же глазом. Вот тут уже всё, у нас начинает этот пример ломаться. Как предметы могут являться глазом? Глаз здесь, предметы там, предметы нечто отдельное от глаза. Всё, этот пример кончил, исчерпал свою наглядность. Так вот, сознание, в том его и парадокс, что сознание само создаёт формы и само же их сознаёт. И это один процесс, это не два процесса. Нет какой-то штуки, которая смотрит что-то отдельное от себя. Понимаете, это как волшебное пространство, которое создаёт форму и само же словно этим наслаждается. Продолжение следует...